Друзья, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычное видео, потому что я не буду делать никаких самоделок. А что же я буду делать? Я буду делать видеообзор. Для меня это довольно-таки редкий формат видео, и если вам понравится, то буду снимать еще такие обзоры. Ребята из компании Netswar попросили обозреть пылесос их производства. Пылесос необычный, а робот-пылесос Netswar X500. Он считается довольно бюджетным, но за приличный перечень функциональных возможностей думается, что он должен стоить немного дороже. Данный робот предназначен для сухой и влажной уборки помещений с различным типом напольного покрытия. Он сможет успешно очистить как твердые полы, покрытые паркетом, ламинатом, как в моем случае, а также линолеумом, плиткой, кафелем и тому подобное. Так и может почистить имеющееся в доме ковровое покрытие с небольшим ворсом. При довольно привлекательном, но стандартном дизайне робот-пылесос имеет хорошие параметры и режимы уборки, необходимые для максимально эффективной чистки комнат. Данный обзор поможет вам ближе познакомиться с функционалом и характеристиками модели. В комплект поставки включает себя робот-пылесос, зарядная база, адаптер питания, пульт дистанционного управления, боковые щетки, 4 штуки, 2 из них запасные, пылесборник. Бак для воды, 2 хепа-фильтра, один из них запасной, салфетка из микрофибры, 2 штуки, щеточка для очистки и инструкция по эксплуатации. Поставляется робот в обыкновенной картонной коробке с удобной пластиковой ручкой для транспортировки. Робот-пылесос изготовлен из качественного ABS пластика темно-серого цвета. Дизайн отличается сдержанностью и элегантностью. Форма корпуса Netswar X500 традиционно круглая при обзоре сверху. Кроме этого устройство имеет компактные габаритные размеры, в том числе малую высоту корпуса, всего 75 мм, что позволяет ему свободно заезжать под большую часть мебели. На внешней панели мы видим логотип компании-производителя, кнопку пауза-старт и индикатор подключения к Wi-Fi. При обзоре боковой части робота расположен защитный бампер с инфракрасными датчиками против столкновения с препятствиями, выпускные отверстия, кнопку включения-выключения и гнездо подключения адаптера питания. Сбоку также выдвигается полисборник, заменяемый на бак для влажной протирки пола. На днище робота-пылесоса имеется два прорезиненных ведущих колеса. Переднее поворотное колесо, основная щетка, пара боковых щеток, отсек аккумулятора, зарядные клеммы и датчик против падения. Робот-пылесос способен производить автономную очистку пола на протяжении 90-120 минут, благодаря литий-ионной аккумуляторной батарее на 2500 мАч. Подзарядка производится на протяжении 4 часов. Робот-пылесос направляется на зарядную базу автоматически при завершении работы, при низком заряде, либо с пульта можно отправить его на базу. Что касается полисборника, то его емкости в 600 мл должно хватить на несколько циклов работы, поэтому очищать его каждый раз вам, скорее всего, не придется. Естественно, это не касается слишком загрязненных помещений. В полисборнике установлен обычный фильтр и HEPA-фильтр для задержания более мелких частиц пыли. Аппарат осуществляет очистку поверхностей двумя удлиненными боковыми щетками с тремя кисточками, а также центральной сдвоенной V-образной щеткой. Собранный мусор направляется по всасывающему каналу напрямую в полисборник с фильтрами. Робот отличается высокой всасывающей мощностью благодаря установленному бесщеточному мотору. Немаловажно, что робот-пылесос способен собирать не только обычный мусор и пыль, а также очищать поверхности от волос, шерсти домашних животных, мелкой пыльцы и насекомых, вроде клещей. А при установке резервуара для жидкости вместо контейнера для твердого мусора эта модель сможет протереть пол влажной тряпочкой. Поскольку в резервуаре предусмотрена автоматическая подача воды, то пользователю не нужно смачивать тряпочку самостоятельно. Робот способен убирать одну комнату за другой при задании данной программы уборки. А это означает, что он не пройдет мимо ни одной из них. В основном режиме робот-пылесос передвигается по зигзагообразной траектории. Также он может произвести локальную очистку пола при необходимости и проехаться по периметру комнаты, собирая грязь и мусор вдоль стен и в углах. Помимо управления с кнопки на корпусе и с инфракрасного пульта дистанционного управления, менять настройки и режимы работы можно с мобильного приложения на вашем смартфоне. Без этой современной функции сейчас не обходится ни один эффективно функционирующий робот-пылесос. Через приложение можно настроить и расписание уборки, что очень удобно для тех, кто любит все планировать заранее и имеет очень мало времени на поддержание частоты в доме. Система навигации основана на слаженной работе группы инфракрасных датчиков, которые уверенно защищают устройство от столкновений с окружающими предметами, мебелью и тому подобное, а также предотвращают падение переворачивания с возвышенности. В целом покупать эту модель вполне можно, так как стоит он относительно других пылесосов недорого, а функционала вполне достаточно. И даже не знаю, что еще нужно от такого устройства. Друзья, вот такой видеообзор на сегодня. Надеюсь, вы отреагируете положительно. Таких видео я делаю очень мало и, может быть, не так качественно это сделал, как мог бы сделать профессиональный обзорщик. Но в целом опыт интересный. Поставьте лайк, если вам интересно видео такого плана, а в комментариях напишите, как вы относитесь к таким современным технологиям, как робот-пылесос. Ссылки на модель я оставлю в описании под видео. И кому будет интересно, заходите и изучайте. Те, кто не подписан на канал, я рекомендую сделать это. Подписывайтесь, друзья, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.